Под защитой 200-летнюю шелковицу в центре Симферополя внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Там уже есть дуб-богатырь, грецкий орех на горе Демирджи и ялтинская сосна. Какие еще деревья в Крыму – памятники живой природы, расскажет Дарья Шарипова. Эти деревья посадили известнейшие люди, тогда Российской империи, Николай Николаевич Раевский и его супруга Анна Михайловна Бороздина. Генерал-лейтенант Николай Раевский был другом Пушкина, вместе с ним путешествовал по полуострову. Этой шелковице, или как говорят в Крыму шелковице, почти 200 лет. Теперь она под охраной, ее внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Документы для этого собрал краевед Иван Коваленко. Дерево нужно провести еще раз небольшую санитарную обрезку. Есть, конечно, ветки аварийные, она должна провалиться исключительно под надзором специалистов. Также вокруг дерева поставить ограду, может быть, поставить еще более расширенный информационный щит. То есть, действительно, это дерево, оно станет одним из самых интереснейших природных памятников нашего Симферополя. Летом уникальную шелковицу хотели срубить как аварийную, тогда общественники изобили тревогу. Местные жители пока изолировали дерево от машин сигнальной лентой и установили предупреждающую табличку. Здесь заходят иногда выпившие люди. Его бы, да, желательно огородить, потому что на нем, как бы, ну, сидеть, мне кажется, уже, как когда-то моя мама в детстве, уже, наверное, не стоит. Потому что, ну, сохранить лучше. В национальном реестре уже 12 крымских деревьев. Первым сертификат получил суворовский дуб в Белогорском районе. Этому дереву больше 800 лет. По легенде, в тени его ветвей великий полководец Александр Суворов встречал турецкого посла. И в том числе, благодаря этим переговорам, в будущем Крым присоединился к Российской империи. Сейчас дуб под охраной, за ним следят специалисты. Например, вот эти пломбы нужны для того, чтобы защищать его от паразитов и вредителей. Поражает не только история, но и размеры дерева. Например, чтобы его обнять, нужно больше 10 человек. Во всероссийскую программу «Деревья. Памятники живой природы» попал и дуб-богатырь Тавриды в детском парке Симферополя. По разным оценкам, ему от 220 до 750 лет. Дуб-богатырь, он под охраной с 1972 года. Мы подписали охранные обязательства в 2017 году. Планируем вот сейчас, в следующем году, расширить приствольную зону на полтора метра. Ну, получается, у него так-то он в общем нормальном состоянии. А это вот приствольную, то есть вы асфальт прям будете убирать, правильно? Да, мы будем убирать асфальт, расширять зону поглощения воды и питательных веществ. Под защитой в республике также несколько платанов на Южном берегу и в Симферополе. Грецкий орех на горе Демирджи, шелковица в Бахчисарае и крымская сосна в Ялте. За их состоянием следит и Министерство экологии. Дарья Шерипова, Данил Писменский, Новости 24.